Сторожилы помнят те времена, когда остров был окружен водой со всех сторон. Прямо к Кремлю причаливали теплоходы. Теперь такое можно увидеть лишь на архивных фото. А сам остров давно уже не остров, но от цивилизации все так же отрезан. Про нас вообще все забыли. К нам никто, вообще никого нет. Никто не ходит. Как будто есть мы или нет. Скорее всего, что нас вообще не существует. И зачем им нужны траты денег и пятый, десятый. Людям-то надо доживать как-то. Попасть сюда можно двумя путями. Через Кремль, спуститься к причалу и перейти понтонный мост. Который по неизвестным причинам сделан кое-как. И хотя лежит на пути абсолютно всех туристов, которые посещают город, поражает своим внешним видом и очевидной ненадежностью. Понтонный мост, который у нас существует, про него уже много было сказано. Так, снимают его лет 10. И в таком же состоянии, в каком он сейчас находится, в таком он и был. Без изменений даже можно, как я говорил уже, делать закладки, что изменилось. Картинки вот бывают такие. Найди 10 отличий. Каждый год и каждый год одно и то же ничего не изменилось. Все как было, так и есть. Второй путь, ведущий на остров, дорога со стороны улицы Солнечной подходит лишь для автомобилистов. Пешеходных зон нет, как нет, и освещение. Впрочем, нет здесь много чего. Например, в этом колоритном двухэтажном бревенчатом доме совсем нет удобств. Я здесь родилась, и мне как бы 28 лет, и я за 28 лет понимаю головы, что у меня не было никогда, там, я не знаю, ванны, где я могу просторно выйти к себе на кухню, там, сделать кофе и нормально жить, как люди в городе. Иногда бывает, раньше, ну, этого вообще стеснялись. Место здесь шикарное. Ну, если бы у нас позволяли все условия, если бы нам могли предоставить хотя бы жилье, там, перестроить, сделать какой-то, я не знаю, нам ремонт капитальный, с туалетом, с ванной, потому что мы живем, в принципе, в центре города. У нас здесь много туристов проходит. Здесь все красоты, которые люди приезжают смотреть. Но почему-то мы не можем. Поют птицы, река, хотя пересохшая рядом, из окон виден Кремль и слышны вечерние перезвоны. Но в то же время мусор, грязь, полное отсутствие дорог, неустроенность и никаких положительных изменений. Сами жители говорят, что ситуация походит на то, будто их просто забыли, сделали вид, что людей совсем нет. Говорят, даже табличку остров, которая висела на одном из домов, и ту сорвали. Между прочим, место – это одно из самых интересных для туристов, которые приезжают в Рязань и обязательным пунктом осматривают Кремль. Даже Кремль, вот мы ходим около нее, вы посмотрите, какой убитый Кремль. Асфальта нет, это один город, который, я вижу в России, в России, безнабережная. Есть города вообще такие небластные, ничего. У них все одето в мраморе, и не 500 метров, как здесь, километров. Там десятки километров одето все в камень. Красиво, все хорошо. В Ярославль везет, в Саратов везет. Да не знаю, Орел, даже вот здесь поближе, все они в камне. У нас все в грязи по колен. Если есть асфальт, тот весь выше, блин. В самом центре, прямо у стен главной достопримечательности города, развернулось настоящее Средневековье. Район-призрак, откуда звучат голоса людей, а их никто не слышит. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».